Александр Подсвирнов три года работает экспертом в Сучи, после окончания Волгоградского государственного института физики. Его специализация – физико-химические методы в криминалистической экспертизе. К работе относятся крайне серьезно, ведь именно от результатов его экспертизы порой зависит судьба человека. Оборудование новое, но также у нас имеются базы данных, которые объединены с многих исследовательских институтов, и они объединены в одну базу данных, в которой мы можем по нашему направлению идентифицировать то или иное вещество. Чаще всего на экспертизу попадают наркотические вещества, спиртосодержащие, горюче-смазочные, взрывчатые, лакокрасочные изделия, микроболокна. Если раньше на исследование требовались дни, сейчас от 5 минут до 3 часов. Например, завышенное содержание спирта в алкоголе говорит о его нефабричном производстве. Сотрудники криминалистической службы выполняют как традиционные виды экспертиз, так и специальные. Для сочинских криминалистов нет на данный момент невыполнимых задач по линии экспертных исследований. Очень много преступлений совершается в интерактиве, совершается в мире интернет-технологий, информационных технологий. И, естественно, мы помогаем службам, оперативным службам, следственным службам извлекать эту информацию, добывать следы преступления, но и задерживать преступников, совершивших те или иные преступления и правонарушения. Криминалисты дежурят по суткам в составе следственно-оперативной группы и собирают информацию на месте преступления. Порой достаточно исследовать отпечатки пальцев по автоматизированной докталоскопической информационной системе «Папиллон», чтобы установить причастность данного человека к совершению преступления. Судебно-баллистическая экспертиза назначается при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел, связанных с применением огнестрельного оружия, а также патронов к нему. Объектами экспертизы являются не только оружие и патроны, но и следы выстрелов, огнестрельные повреждения на автомобилях, зданиях, продукты выстрелов, остающиеся на одежде стрелявшего. За минувший год сочинскими криминалистами было установлено более 350 идентификаций и следов преступников. Елена Овсец, с нами Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».